Полтора дала и все они подключили мне. А вас только? А остальных? Остальные я не знаю, только хотят. А хотят жители 35-го дома по улице Гагарина в сущности немногого, чтобы в квартиры вернулось голубое топливо. И желание это для 21-го века не такое уж и сверхъестественное, но, как оказалось, практически несбыточное. Ну или в крайнем случае, недешевое. Чтобы я это подписала и это им уж унесла. И вот они мне подключат газ. Но вы, соответственно, согласитесь с тем, что вы взяли у них в долг? Да, 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 да. Будем пять лет платить. Подпишите согласие и будет вам счастье. В данном случае газ. Управляющая компания готова помочь людям. Только за их же счет и с их письменного согласия. Попросту дать в кредит 8 миллионов рублей на ремонт изношенного домохода. А обнаружилась эта изношенность 28 февраля, когда в одной из квартир от отравления угарным газом едва не погибло 32-летняя женщина и двое маленьких детей. После этого случая газ в доме попросту отключили. Люди лишили голубого топлива как бы для их же собственной безопасности. И с тех пор выражение «а у нас в квартире газ» – это не про них. Это обязанность управляющей компании своевременно среагировать, провести ремонт. Дело в том, что эта ситуация, она сродни аварийной. И реакция в таком случае коммунальных служб должна быть незамедлительной. Реакция и последовала незамедлительно. Только не в виде ремонта, а в виде займа, который люди как бы обязаны взять у управляющей компании на ремонт. Который в сущности должен быть бесплатным, да еще и с гарантией. Но здесь ни того, ни другого людям дать не могут. И даже если жильцы вдруг согласятся сами оплатить себе ремонт на 8 миллионов рублей, гарантий компания опять же не дает. Нету, я тоже говорю, а гарантия где? Они сказать-то скажут, и говорят, что фактуру мы внесем, будете платить. Перекладывать на наши плечи принятие решений, каким способом чинить, откуда брать деньги, это здесь неверно. В открытом тексте он заявил, деньги типа с ваших карманов пойдут к нам на ремонт. Хотя дом на балансе в городе висит. Наша управляющая компания – это самое дно. Что касается управляющей компании, то там сегодня тишь да благодать руководитель в заслуженном отпуске. Как нам сообщили за пределами города, в частности, и страны в целом. А потому никаких комментариев. Все было решено на собрании, сообщает Уютный дом. Объявление о добровольно-принудительном собрании якобы по инициативе жильцов появилось едва ли не за месяц до указанной даты. И как рассказывают люди, явившиеся народу, представитель управляющей компании с этим самым народом общаться отказался до тех самых пор, пока этот самый народ не подпишет документы, означающие согласие оформить на себя миллионные займы. Похожая ситуация произошла в 2019 году в Ахитовском районе Казани. Тогда прокуратура сочла отсутствие подачи газа, нарушением законодательства. Начальник управляющей компании был привлечен к ответственности. Сегодня жители 35-го дома по улице Гагарина подобный документ отнесли в прокуратуру Новосавиновского района города. Какое решение примет ведомство, как говорится, поживем, увидим.